Здравствуйте, друзья! С вами Вальдемар, не фудблогер. Сегодня мы решили открыть немножко новую рубрику в рамках нашего канала. Мы будем бегать по разным объектам общепита и пробовать что-нибудь вкусное. Сегодня мы решили сделать маленькое исследование. Вот мой хороший друг Леонид пригласил меня на Таратор, который подают в Минске в ресторане Грюнвальд. Поэтому сейчас будем пробовать и обязательно выскажем свое мнение. Таратор это или нет? Вкусно или нет? Вкусно уверен в любом случае, ну а все остальное посмотрим. Ну что, давайте начнем с внешнего вида. Похоже. Пахнет хорошо, пахнет вкусно. В наличии видим кефир, огурцы, укроп. Насчет чеснока сейчас будем пробовать. Сверху присыпана зелень и по одному из традиционных рецептов присутствует молотый грецкий орех. Поэтому перемешиваем, пробуем. Очень, очень не дурно. Но сразу есть пара замечаний. Во-первых, чуть-чуть пересолено. Совсем каплю. Второе. Кажется присутствует, но явно не видно. В Таратор всегда добавляется небольшое количество растительного масла. Подсолнечного либо оливкового. Пятнышки есть, может быть это оно и есть. Масло, но пока на вкус сильно не отличишь. Третье. Консистенция. Таратор блюдо летнее. И его задача не только насыщать, но и прохлаждать. То есть помимо того, что он подается холодным, а здесь Таратор хорошо настоялся. Прям вот богато чувствуется вкус. Таратор делается более жидким, если брать традиционный болгарский Таратор. Потому что сейчас его сделали, вот если можно вот так показать. Это по консистенции напоминает ближе к белорусскому холоднику на кефире. Именно по консистенции, но естественно не по вкусу. Есть ощущение, что присутствует что-то сладкое. Как сахар. Не могу точно утверждать. Легкий пересол имеется. Есть что-то на мой вкус лишнее. Именно сладковатое. Огурцы порезаны достаточно мелко. Именно нарезаны, а не натерты. Во всем остальном, это Таратор. Ну, как один из вариантов Таратора. Хорошо, вкусно. Ну и нам подали белый хлеб. К сожалению, белый хлеб подан в виде батона. Потому что в болгарской кухне, друзья, вообще нет черного хлеба как такового практически. Черный хлеб вообще историй в Болгарии считался символом вообще беднятства. То есть в самых бедных семьях только в самых худших случаях ели черный хлеб или ржаной хлеб. Всегда на столе лежит пшеничник. Но есть Таратор с черным хлебом, в данной ситуации я бы сказал, что это вообще кощунство. Единственный минус батона, или назовем это так, стандартный сдобок Таратору, это то, что батон сладкий. И в нем нет вкуса именно хорошего пшеничного белого хлеба домашнего. Вот если бы к этому подавался что-нибудь типа грузинского лаваша, то есть вот этот вот толстый лаваш дрожжевой, или даже хлеб белый на закваске, вкус бы гораздо ярче обогатился и было бы все намного-намного интереснее. Поэтому пробую я еще раз. Да, это Таратор со своими особенностями, но вкусно, интересно. Поэтому как минимум одно блюдо болгарской кухни в городе, в разделе, я так понимаю, обеденного меню. Это обеденное меню. Мы нашли прекрасный образчик, поэтому приходите, пробуйте. Не-не-не, это не реклама заведения. Это реклама болгарской кухни. Ну и, собственно, всего вкусного, что она собой олицетворяет. До встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова